Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, очи насерги, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Андроник, архиепископ Пермский, Феофан, епископ Соликамский, Василий, архиепископ Черниговский и Ижи с ними. В качестве полкового священника сибирской армии, описывает П. Туруханский. Мне пришлось довольно долгое время странствовать по городам и весям, освобожденной от большевиков Пермской епархии, где святительствовал архиепископ Андроник. Рукоположенные во священнике архиепископом Андроником, я пытался собрать точные сведения о смерти святителя, о которой в Пермском крае сложились крайне противоречивые легенды. Согласно наиболее распространенной на Урале, архиепископ Андроник был живым закопан в землю. Впоследствии, попав в руки большевиков, я был посажен в Тобольскую каторжную тюрьму. В числе арестованных было двое чекистов, латыши Добелос и Падарнис, служившие в Пермской чеках. По рассказам этих чекистов, архиепископ Андроник был расстрелян по требованию мотовелихинских рабочих. Архиепископ Андроник весьма резко критиковал большевистский декрет об отделении церкви от государства. По оглашению изданного по этому поводу московским поместным соборам послания, архиепископ Андроник приказал протодиакону возгласить на большевиков анафему, после чего был арестован, убит и закопан возле дороги из Перми в Мотовелиху, рабочее предместе. По словам вышеупомянутых чекистов Добелоса и Падарниса, оба они принимали участие в убийствах архиепископ Андроника. Рассказ чекистов заслуживает вероятия, так как аналогичное сообщение пришлось слышать и от другого лица, сначала члена коммунистической партии. Начальника Красной Полиции города Т по профессии фельдшера, по национальности крещеного иудея, а впоследствии православного священника. Коммунисты не могли простить ему измены партии и расстреляли. Сноска. По другой версии, архиепископ Андроника водили по улицам города Перми с отрезанными щеками и выколотыми глазами и закопали живым в землю. Об этом были в свое время свежие известия и письма с места. Рассказам чекистов нельзя особенно доверять. Они часто смягчали свои изверства, хотя между ними были и своеобразные хвостуны, которые приписывали себе дела, в которых не участвовали. В Соловках очень часто встречались чекисты, которые говорили о своем участии в убийстве царской семьи. Относительно убийцы или даже решители судьбы архиепископа Андроника рассказывают следующее. Некий важный служащий в восточно-китайской железной дороге, служащий, попал под поезд и с отрезанными ногами в Харбинской больнице громко кричал до самой смерти «Спасите меня! Спасите! Вот Андроник идет! Андроник идет!» Это был Лошевич. Смотри, рубеж, номер 31, 27 июля 1940 год. Архиепископ Андроник убит в ночь на 4 июня 1918 года. Арестованный вместе с архиепископом Андроником, его викарий, епископ Соликамский Феофан был утоплен в реке Каме. Когда Московский собор узнал о мученической смерти пермских епископов, то для расследования обстоятельств их смерти послал в Пермь особую комиссию во главе с архиепископом Черниговским Василием. Советское правительство дало согласие на расследование пермских убийств и даже предоставило комиссии отдельный вагон. В первые дни существования советской власти собор неоднократно обращался к ней с разного рода заявлениями и протестами. Но деятельность следственной комиссии в Перми вызвала возмущение среди коммунистов, особенно виновных в преступлении. Поэтому были приняты меры, чтобы следственный материал не попал на собор в Москву. Когда по окончанию расследования комиссия возвращалась в Москву между Пермией и Вяткой, в вагон ворвались красноармейцы. Убили членов комиссии, а тела их выбросили из поезда. Тело архиепископа Василия и убитых вместе с ними похоронили крестьяне и к могиле мучеников начались паломничества. Тогда большевики выкопали тела мучеников и предали сожжению. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова